Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Число обманутых дольщиков в Сочи уменьшается. Об этом стало известно на рабочем совещании с представителями прокуратуры. У мэрии появятся новые полномочия. Изменения в правила земельного контроля внесли сегодня депутаты городского собрания. Русло реки Псахэн и Мамайки очистят, а парапеты приведут в порядок. Такое распоряжение глава Сочи дал по итогам обхода района. В Сочи медведь снова попал в объектив камеры. На сей раз он вышел к станции канатной дороги. Кубанское вино расширяет свою географию. В Москве сегодня подписано соглашение об экспорте напитка из Краснодарского края в Германию. Участие в заседании российско-немецкой рабочей группы по стратегическому сотрудничеству принял губернатор региона. Вениамин Кондратьев отметил качество кубанской продукции, которая полностью сделана из местного сырья. Это рывок для виноделия даже не Краснодарского края, а всей нашей страны. Сегодня мы не привозим виноматериал из других стран, а сами производим виноград, виноматериал. И вино, которое сегодня производится в Краснодарском крае, оно из собственного винограда, из собственного виноматериала. Это принципиально важно. У нас полностью весь цикл сегодня наш российский, отечественный. И питомник, который заложен в прошлом году в крае на 500 гектаров, уже говорит о том, что у нас и саженцы винограда тоже наши. Кубанские, наши российские, наши отечественные. Это делает нас максимально независимыми ни от какого импорта. Уверен, что сегодняшнее событие заставит виноделов Краснодарского края еще больше наращивать свои обороты, темпы, стремиться еще к более высокому качеству. И будет за первым сегодняшним шагом второй, третий и последующие шаги по освоению рынка уже за пределами Российской Федерации. Конечно, очень сложно выйти на рынок. Тем более, какой рынок? Рынок Германии, Австрии, Европы, где понимают толк в вине, знают, что такое вино. И тем не менее, в короткий срок это удалось сделать. Это сложно, но самое главное – это все-таки иметь тот товар. И вот этот товар, который высококачественный, элитный, я бы сказал, это как раз показывает, что и немецкие потребители получат высококачественное российское вино. Вино усадьбы Девноморская стало третьим, которое отправится на европейский рынок. Их продукцию можно встретить на Кубани, в Москве, Питере и Казахстане. И сейчас два вида напитка готовят для отправки в Германию. Качество кубанских вин давно оценили за рубежом. Месяц назад бизнес-миссия Краснодарского края отправилась в Германию. Зарубежным партнерам презентовали экономический и инвестиционный потенциал региона. Среди визитных карточек, конечно же, вино. Число обманутых дольщиков в Сочи уменьшается. Об этом стало известно на рабочем совещании, которое провел глава города Анатолий Пахомов с представителями прокуратуры. На повестке три проблемных объекта. Что касается участников долевого строительства жилого комплекса «Москва», то они постепенно получают недвижимость в собственность. Из 655 человек подписали акт приема-передачи уже 268. Дом на улице Депутатской строила компания «Наш дом Сочи», директором которого являлся ныне находящийся под стражей Анзор Пруидзе. Весной 2012 года застройщику было выдано разрешение на строительство 20-этажного дома, но он построил в итоге 21 этаж. Готовность объекта – 90%. Сейчас им занимается новый директор. Осталось обустроить места общего пользования, насосные станции водоснабжения, сети теплоснабжения, а также провести пусконаладочные работы. Для того, чтобы поскорее въехать в свои квартиры, это придется делать теперь самим дольщикам. Но сначала им необходимо получить права на свои квадратные метры. Более трети из участников долевого строительства эти права получили. Далее собственники должны создать кооперативы или ТСЖ, чтобы иметь юридическую возможность решать проблемы. Пока вы не примете форму управления, разговор больше просто останавливается, нечего дальше делать. И мы за вас это сделать, ну просто физически, не физически, не юридически, не морально, не можем, понимаете? Но пока не будет формы управления. А каких, кто будет писать заявку о получении тех условий на воду? Предприятия жизнеобеспечения, которые будут давать эти заключения, они просто не могут законы нарушать ради вас. То есть я даже не представляю, почему дальше не идет дело, почему вы не собрались и не приняли решение о создании управляющей формы управления. Также Анатолий Пахомов отметил, что вопросы достройки сейчас стоят перед самими дольщиками. Мэрия не вправе достраивать эти дома за счет бюджета. Это понимают обманутые дольщики компании «Ида», которые покупали квартиры на улицах Виноградной, Гагарина, Санаторной и Пасечной. И большинство из них готово вложиться в достройку. На Виноградной и на Пасечной объекты готовы на 85-90%. Теперь, чтобы распоряжаться общим имуществом, люди решили создать кооператив. Ближайшее собрание кредиторов назначено на 21 июля. А вот вопросы дольщиков ЖК-3 «Капитана» уже решены. Почти все приемопередаточные акты подписаны. В ближайшее время этот объект исключат из краевого реестра обманутых дольщиков. На пути к этому и объекты «Дипломат Плюс» по улице Есауленка, а также «Садкоинвест» по улице Виноградной. Идет подписание актов приемопередачи. Получено заключение соответствия и ведется подготовка документов на ввод в эксплуатацию объектов по улице Учительской, застройщиком которых выступила компания «Престиж-2000 плюс». Депутатами городского собрания Сочи в новой редакции утверждено положение порядки земельного контроля. А какие новые полномочия появятся теперь у городской администрации, расскажет Елена Овсецина. В вопросах незаконного строительства в ближайшие годы можно будет поставить точку. У администрации города появилась законная возможность пресекать самовольное строительство еще на начальном этапе. Такое решение сегодня приняли депутаты городского собрания Сочи. За каждым сотрудником муниципального земельного контроля закрепляется территория, которую он будет обходить, смотреть. Если там появляется какой-то котлован, если там появился забор, то надо провести мониторинг, посмотреть и передать эти документы, акты обследования, передать соответствующие органы. Встроенадзор, прокуратуру, участковую и так далее. Если раньше проводился мониторинг территорий на общественных началах, теперь, после сегодняшнего голосования народных избранников, его будут проводить на вполне законных основаниях. И сегодня же депутаты внесли изменения в кадастровую карту города. Изменили назначение земель под строительство новых школ, детских садов, парков. В данном случае в поселке Красная Поляна и в Дагомысе. Одна школа, как была обозначена, это по улице Очисковского, это микрорайон, где были дома волонтеров. Этот микрорайон заселяется, и в следующем уже году строительство школы там должно начаться. Второй вопрос, растет у нас численность населения, и вы видите, идет жилищное строительство, это в Дагомысе. Поэтому и здесь было принято решение перевести в зону ОД, для того, чтобы там была школа, детский сад, парк, дорога, подъезд которой, и благоустройство. Также внесены изменения в правила землепользования и застройки. Другими словами, они упорядочены, поскольку один земельный участок мог значиться в двух зонах. Речь идет о социально значимых территориях, участках для многодетных семей и под строительство домов для переселенцев. Введены охранные зоны памятников архитектуры, уточняется их реестр, определяются и устанавливаются границы охранных зон и водных объектов. Кроме того, сегодня председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов обратился с просьбой к сочинцам проверить на сайте Крового БТИ стоимость своего недвижимого имущества. Она изменилась после переоценки, которая проводилась в Краснодарском крае. И теперь налог на имущество по итогам 2018 года будет начисляться не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости объекта. И сейчас необходимо свериться с данными БТИ. Для того, чтобы убедиться, что там все это правильно произошло, оценка этой. А по нашим данным, что уже некоторые обращения есть к нам, что идет очень большое завышение стоимости объекта. Поэтому можно сейчас еще до 10 июля текущего года заявить на сайте Крового БТИ о том, что да, что-то у меня не в порядке с стоимостью моего объекта и просьба пересмотреть эту стоимость. Если до 10 июля не убедиться в правильности кадастровой стоимости объекта, потом придется в случае обнаружения ошибки решать этот вопрос через суд или специальные комиссии. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Все могут казаки. Специальное подразделение в Сочи помогает поддерживать правопорядок на улицах во время Мундиаля. Более 300 казаков ежедневно патрулируют объекты курорта совместно с сотрудниками МВД. Что входит в обязанности казачества и с какими проблемами обращаются к ним местные жители и зарубежные гости, узнаем у следующего сюжета. 3938. Именно столько выходов для патрулирования улиц курорта осуществили представители казачества с начала чемпионата мира по футболу. Учитывая специфику мероприятия, работают они буквально в режиме многозадачности. Ежедневно в четырех районах курорта сотни казаков внимательно смотрят за всем, что происходит вокруг. Отдельное внимание – обстановки на дорогах. Нам поручили три пищеводных перекрестка. Основной – это возле Лапочтанта. Второй – тоже более важный, не менее важный – это улица Полярка. Там прекрасно коптение людей, которые идут в фонзону на футбол смотреть. И третий – переход – это Сарп, улица Конституции. Самая главная задача – это не допустить травматизма людей, которые приходят. И, соответственно, избежать пробок. Казаки патрулируют и центральную набережную курорта. Прежде чем провести пересменку, заместитель атамана Черноморского казачьего округа проводит развод, ставит задачи. За работой отряда внимательно наблюдают и зарубежные СМИ. Кстати, нередко казакам приходится помогать иностранцам. Языкового барьера нет. В каждой группе есть люди, владеющие английским. В обязанности казаков входит не только патрулирование, но и оказание первой помощи. Часто оказываем помощь по состоянию здоровья. Здесь медпункты есть. Сопровождаем женщине. Это было нехорошо, так же вызываем. Ну, граждане, которые бывают в охмелю, отдыхающие, отдыхать приезжают. Вот так же показываем помощь спасателям. Ну, выводим из воды, как-то приводим в чувства. Вещи, бывает, обращаются граждане тоже. Ну, как-то теряют вещи, потом помогаем им находить. В общем, охрана общественного порядка – дело нелегкое, но казаки справляются со всеми поставленными задачами. Работать дружина будет не только во время Чемпионата мира по футболу, но и до конца курортного сезона. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ. Спасатели МЧС помогли мужчине, упавшему в реку Сочи. А сегодня в 6.20 утра в отряд обратились врачи скорой и сообщили, что не могут самостоятельно транспортировать из реки мужчину, которому требуется срочная госпитализация. Пострадавший находился в русле реки, ниже автомобильного моста в микрорайоне КСМ. До приезда спасателей врачи уже оказали мужчине медицинскую помощь и уложили его на носилки. Затем сотрудники МЧС транспортировали травмированного 35-летнего сочинца к автомобилю скорой, после чего он был госпитализирован. По предварительному диагнозу пострадавший получил компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника. В Сочи участили случаи мошенничества, связанные с проверками предпринимателей. Мошенники представляются инспекторами по пожарной безопасности и, якобы выявив нарушения, вымогают деньги. Отдел надзорной деятельности напоминает, действительно уполномоченные сотрудники всегда имеют при себе целый пакет документов. У него имеется служебное удостоверение, фотография, должность указана, что это сотрудник именно надзорной службы. Голограмма, печать. Сотрудник при себе должен иметь распоряжение для проведения проверки, с которым предварительно организация уведомляется. И в этом распоряжении указан именно тот сотрудник, который пришел на объект. По итогам проверки инспектор обязательно должен выдать акт, даже если ничего не выявил. Если есть нарушения, приложить еще и предписание по устранению недочетовый административный протокол. Если какое-то из перечисленных условий не выполнено, скорее всего, перед вами мошенник. Обратитесь в полицию. В Сочи медведь снова попал в объектив камеры. В социальных сетях появилось новое видео. На сей раз косолапый вышел к станции канатной дороги одного из горных курортов. Как отмечают в Кавказском заповеднике, этот медведь уже давно гуляет по окрестностям. Это трех- или четырехлетний самец, у которого закончился гон. В районе горы Сахарная голова. У него была берлога. Сейчас животное ищет пропитание, в частности, плоды. При этом опасности для человека не представляет. Чтобы отвадить медведя от выходов к людям, обычно используют резиновые пули, после попадания которых животное вряд ли захочет вернуться. Стало известно точное количество котят переднеазиатского леопарда, родившихся в июне в Сочи. Напомню, в начале июня сразу две самки переднеазиатского леопарда Андреа и Черри обзавелись потомством в Центре восстановления леопарда. У Андреа появилось два котенка. Точное количество малышей Черри долгое время оставалось неизвестным. Самка находилась в каменном гроте, пространство которого находится вне поля зрения камер. Теперь Черри перенесла детенышей в новое укрытие. Деревянное логово, оборудованное системой видеонаблюдения, благодаря которой специалисты центра зафиксировали, что котят трое. Действия Черри специалисты характеризуют как обычное для животных. Периодическое перемещение потомства в новое укрытие является типичным элементом материнского поведения леопардов. Состояние самки и потомства в норме и не вызывает опасений. Таким образом, сейчас в Центре содержится 17 леопардов, в том числе пять детенышей. Четыре взрослых животных проходят финальный этап подготовки к выпуску в дикую природу. Русло реки Псахэ на Мамайке очистят, а парапеты приведут в порядок. Такое распоряжение глава Сочи Анатолий Пахомов дал по итогам очередного обхода. Заехал мэр и на Донскую улицу. В этих микрорайонах сейчас завершаются плановые ремонтные работы. Проверку глава города начал с улицы Волжская. Жители неоднократно обращались к городским властям с просьбой отремонтировать дорожное полотно. Из муниципального бюджета на это выделено 2 миллиона рублей. Работы уже начались. Сдать объект планируется в течение трех недель. Осмотрел глава города и набережную реки Псахэ. Администрации центрального района поручено усилить контроль за ее санитарным состоянием, а также за состоянием русла реки. Быстренько с сегодняшнего дня, чтобы приступили, вплоть до того, что кого-то нанят. И чистить ее надо. Ну, Алексею, они там расходные материалы. Расходные материалы, ну, прямо с сегодняшнего дня. Потому что очень неприглядно это выглядит. Проверил глава и процесс благоустройства в микрорайоне Донском. Там работы развернулись на площади Дома культуры Юбилейной. Реконструкция здесь проводилась перед Олимпиадой. Но за несколько лет от былой красоты практически ничего не осталось. Теперь же новое пространство для отдыха должны беречь сами местные жители. Площадь перед Домом культуры Юбилейной уже буквально к концу этой недели будет в полном идеале. И очень надеюсь на то, что жители микрорайона Донской станут настоящими хозяевами и будут поддерживать в хорошем санитарном состоянии, радоваться, ну и, конечно, создавать очень гостеприимную обстановку в горы. На реконструкцию площади город потратил 4 миллиона рублей. Сегодня в Сочи чествуют всех выпускников города. А накануне Сочинский союз армян России поздравил своих юных соотечественников, закончивших школу с золотой медалью. В этом году их более 40 человек. За достижения в учебе, по доброй традиции, диаспора наградила медалистов грамотами и ценными подарками. Мы зажигаем звезды. Так назвали мероприятия. В многонациональном Сочи этот праздник ежегодный. Ребята хорошо потрудились и за свое усердие и целеустремленность заслужили особого внимания, считают в Союзе армян России. Это мы делаем для того, чтобы сегодня молодые люди видели, как востребовано образование, чтобы молодые люди стремились к знаниям, чтобы через знания можно достичь цивилизованного уровня жизни человека. И, возможно, мы в будущем будем приглашать всех, кто заканчивает, закончит школу с золотой медалью с отличием, будем устроить всегородской общий праздник. Аттестаты наивысшего качества получили 28 девушек и 13 юношей. На торжественном чествовании их назвали не иначе, как «цветом нации», достоянием и гордостью армянского народа, достойными гражданами своего родного города Сочи. Горды и сами виновники торжества. И в первую очередь тем, что оправдали надежды старшего поколения. Я здесь особо не выделяюсь, как все медалисты армянского происхождения. Нахожусь здесь сейчас. Для меня гордость. Если получится по баллам пройти в МГУ, пока прохожу. Медаль помогает, да. Несколько баллов прибавляет. Было несложно. Если поставить перед собой цель, то можно всего достичь. Поступать буду в Ереване, в Славянский университет, в факультет международного отношения. В нашей сочинской школе полученная медаль, конечно, будет играть большой роль при моем поступлении. Поощрение и такое внимание к успехам в учебе мотивируют школьников, уверены руководители национальной общины. Доказательство тому – цифры. С каждым годом золотых медалистов на этой сцене становится только больше. Особая благодарность в этот день и педагогам, которые помогали ребятам преодолевать трудности, и родителям за то, что в том числе трепетно хранят в своих семьях национальные традиции и культуру. Многие сегодняшние выпускники уезжают учиться в другие города, но обещают прославить Сочи и обязательно вернуться. Ведь работа по укреплению межнационального согласия, которую ведет Союз Армян России в Сочи – это теперь и их задача. Ольга Десятого, Инга Габеши и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. И в завершение информации от партнера программы «Санаторий Черноморья» приглашают в лечебно-диагностический спортивно-здоровительный центр и к вашим услугам крытые открытые бассейны и теннисные корты, спа-зона, собственный пляж, телефон 290-2020. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.